Библейский портал экзегет.ру представляет 34-й псалом, читаю в переводе Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Псалом Давида, у него есть подзаголовок, он относится к этим самым псалмам, где трудно сказать автор, лирический герой или основатель традиции Давид, но здесь очень похоже, что это лирический герой, который ставит себя в биографию Давида и ощущает себя Давидом. Вот псалмы бывают повыше и пониже. Конечно, трудно какую-то линейку взять и измерить, насколько повыше, насколько пониже, но предыдущий, 33-й, я считаю его очень высоким. И, собственно, 32-й перед тем был, да, это благодарность Богу просто за то, что Он с нами. Это признание в любви, это упоминание о том, что все остальное вторично по отношению к этому союзу Бога и молящегося. А 34-й пониже и поконкретнее, потому что мы не всегда бываем на самых высотах духа. 34-й, да ты уже вообще, вот, вломи им как следует этим гадам и сволочам. Ну, я немножко сутрировал, конечно, как он об этом говорит. Давайте почитаем. Суди, Господь, тех, кто судит меня, борись с теми, кто борется со мной, щит и броню возьми и заступись за меня, копье и топор возьми, встречай тех, кто гонит меня. Скажи мне, что ты спасение мое. Пусть покроют срам и позор тех, кто гибель жаждет моей. Пусть уйдут со стыдом те, кто хочет мне зла, да будут мекины на ветру, и ангел Господень да развеет их. Темен, скользок да будет их путь, и ангел Господень да гонит их. Ни за что они ставят мне сети, ни за что копают мне яму, да придет им нежданный конец, да попадутся в свои же сети, да угодят туда в час конца. Как душа моя рада, что рядом Господь, как ликует спасенное им. Мои кости взывают к нему, Господь, кто подобен тебе? Ты спас слабого от рук сильного, бедного, нищего от грабителей. На суде поднимаются клеветники. О том, чего я не знаю, ведут допрос. За добро они отплатили мне злом, ждут засады, чтобы отнять мою жизнь. А я ведь в рубище ходил, когда болели они. Я себя изнарял постом. Да зачтется мне молитва моя. Я был им другом и братом, я горевал, будто оплакивал мать. А я в беде, они собрались смеясь, собрались, когда я сокрушен. Не понимаю, за что беспрестанно терзают меня, как нечистивые глумятся, глумятся искрежещут зубами на меня. Господь, доколе ты будешь смотреть? От их козней спаси мою жизнь, мою единственную жизнь от хищных львов. Я пред всей общиной тебя воспою, пред всем народом прославлю тебя. Не дай ликовать тем, кто ненавидит меня без вины. Не дай довольно подмигивать тем, кто без причины стал моим врагом. Не о мире толкуют они, против невинных людей строят козни. Разевают на меня свою пасть, говорят, вот-вот, мы все видели. Ты, Господь, видишь, ты видишь все, не молчи, Господь, не покидай меня. Поднимись, пробудись, рассуди мое дело. Бог и Господь мой, тяжбу мою реши. Суди меня справедливо, Господь мой Бог. Пусть не торжествуют они надо мной, пусть не думают, вот все, как мы хотели. Пусть не думают, вот мы сожрали его. Пусть опозорятся, осрамятся все, кто рад моему несчастью. Пусть покроют стыд и бесчестие те, кто мнит себя выше меня. А те, кто мне желал добра, пусть ликуют и торжествуют. Пусть всегда повторяют, велик Господь, желающий счастья рабу своему. Мой язык воспоет справедливость твою, ежедневно будет славить тебя. Вот даже как-то неловко читать такие слова, да? Господи, накажи все тех, кто против меня. Ну и в конце, да, немножко награди тех, кто за меня. Но накажи, 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 об этом долго и подробно. Есть очень важная вещь, которая помогает понять такие мстительные псалмы. Здесь псалмопевец отказывается от мести. Он не говорит, я пойду и их накажу. Он говорит, Господь, ты их накажешь. Он передает всю месть Богу. Он передает ему правосудие. И более того, он указывает, в чем причина. Он говорит, они хотят мне зла. Он говорит, на суде поднимаются клеветники о том, чего я не знаю, ведут допрос, да? То есть, вот, кстати, вечная тема кривосудия, да? Когда суд оборачивается каким-то издевательством над подсудимым. Ждут засады, чтобы отнять мою жизнь. И тут же он говорит, я в рубище ходил, когда болели они, я себя изнурял постом. Имеется в виду, очевидно, когда они были больны или какая-то еще беда с ними случилась. Он молился об их исцелении, о том, чтобы все с ними стало хорошо. Ну, и молитву он сопровождал определенными действиями. То есть, он постился и носил вот этот постный, нарядом ее даже не назовешь, эту постную одежду, рубище, то есть, какую-то дирюшку, который там обмотался, сняв с себя обычную одежду, чтобы просто не голым быть. Я был им другом и братом, я горевал, будто оплакивал мать. То есть, главное, что он приводит как их грех, это неблагодарность. Вот, люди очень часто этого греха не замечают. Понятно, там, воровство, убийство, прелюбодеяние, тут как бы все наружу. А неблагодарность, ну и что такого? Вроде никто никому не обязан. И люди просто проглядывают это, и он приводит именно неблагодарность как главную их причину, главное преступление. Но ведь неблагодарность – это то, что разрушает отношения между людьми. Когда за зло отплачивают, за добро, простите, отплачивают злом, это и есть вот переход на сторону зла. Даже если, казалось бы, никаких причин человек не видит в том, чтобы делать добро другому человеку. И еще не о мире толкуют они, против невинных людей строят козни. То есть, очень важны устремления. Вот псалтирь вся об устремлениях. Человек – сложное существо, он делает разные вещи, в том числе дурные. Но важно его намерение, важно его направление движения, к добру или козлу. Вот они не к миру, они к войне. И, собственно, что противопоставляется? Два сценария. Они будут думать, все, как мы хотели, мы сожрали его. То есть, зло торжествует. И он не говорит, я хороший, поэтому накажи их. Он говорит, зло не должно торжествовать, поэтому накажи их. А я пред всей общиной тебя воспою, пред всем народом прославлю тебя. Пусть всегда повторяет велик Господь, желающий счастья рабу своему. Мой язык воспоет справедливость твою, ежедневно буду славить тебя. Звучит как будто такая, знаете, ты мне, я тебе. Помоги мне, спаси мне. А я тебя уж воспою, я уж о тебе расскажу. Но на самом деле это не про это или не только про это. Это прежде всего про установление справедливости. Про то, что если зло будет посрамлено, то это будет торжеством добра. Поэтому в данном случае, Господи, выступи на стороне добра. Тоже важная деталь, потому что довольно часто мы стремимся каким-то образом попросить у высших сил покровительства, помощи. И говорим, я хороший, а не плохие. Но это нормальное состояние человека. Как раз нужны бы довольно большие усилия, чтобы сказать что-то другое. Сказать, может, я не такой хороший, может, и они не такие плохие. Но во всяком случае, здесь псалмопевец молится о победе добра. Себя он видит на стороне добра. Ну и заключение, вывод. А зачем же такие, ну, более приземленные псалмы включать в эту книгу? Разве не должна она состоять одна из сиятельных вершин восхваления Бога, благодарности Ему, словословия? Такие вершины здесь есть. Предыдущий псалм к ним относится. Так мне кажется, мы с вами не состоим из одних сиятельных прорывов духа, вот таких озаренных светоносных состояний. Мы разные. В том числе нам бывает больно, нам бывает обидно. Нас обижают, нас преследуют, нас унижают, нас оскорбляют. Вот псалтирь дает нам язык, на котором можно об этом говорить с Богом. Это очень важно. Мы далеко не всегда готовы сказать, да ладно, я всех их прощаю, или это будет совершенно лицемерно. Вот псалтирь дает нам возможность сказать Богу, накажи их ты. Но сказать это можно только при одном условии, я его уже назвал. Если ты сам отказался от мести, ты сам не пытаешься творить правосудие, устанавливать справедливость, наказать обидчиков. Но ты отдаешь это Богу. То, чего ты себе не присвоил, то ты можешь отдать Богу в честности право покарать зло. Ну, а подробнее о нечестивцах скажет нам следующий 35-й псалом.